Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет снова закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня туда, как обычно, мой муж. Я составляю список, ну и он покупает что-то дополнительное. Такое бывает у нас всегда. Получилась у него эта закупка где-то почти на 8000 рублей. Но у нас много что закончилось. 7800 где-то с копеечкой получилось. Вот много что закончилось. Мясо в том числе. Поэтому закупка была достаточно большая. Но, конечно же, он купил много фруктов, так как мы их очень-очень любим. Но давайте я вам все покажу. Итак, вот такая закупка получается моего мужа. Давайте начнем отсюда, как обычно. Яйца. Ценоли или как-то по-другому мне писали. Они называются. То есть это отборные считаются. Не помню, там мне девушка писала. Спасибо вам огромное. 30 штук. В общем, это отборные считаются яйца. Ладно, окей. Так, дальше здесь курочка. Вот такая. И еще он у меня здесь купил мясо. Свиная корейка. Достаточно большой кусок. Я так понимаю, сейчас я посмотрю, так понимаю, что была скидка. Да, вот 239 рублей на 609 рублей. И сейчас вот такой вот очень хороший кусок. Я его разделю на несколько порций. Что-то, может быть, потушу. Что-то просто пожарю на гриле, в том числе, можно пожарить. То есть такой, видите, хороший кусочек. Можно запечь как-то с чесночком там, да. Ну, нашпиговать чесночком и запечь будет очень вкусно. Здесь также печень куриную вот такую он купил. Давно, кстати, печень не ели. Да. И здесь рыба-кита. Вот такая, правда, опять из замороженного сырья. Ну, я не знаю, что мы сделаем. Может быть, также на стейке, наверное, порежу. Соленого сейчас как-то в жаркую погоду не очень хочется. Наверное, пожарю. Порежу на стейке. И будем потихонечку есть. Дети у меня, кстати, не любят рыбу. Вот. Дальше наггетсы. Еще вот такие две упаковки. Ну, любят у меня. Так. И здесь всякие вкусности. Вот такой бекон тоже обожаю. Как и сало. Сало люблю. И бекончики вот такие. Вот. Вот такой какой-то черкизов. Ну, черкизов хорошая марка. Нам нравится. Сардельки папа может. И еще тоже черкизово. Вот такая краковская колбаска. Традиционная. Тоже вкусненькая. Тоже люблю, кстати, краковскую колбасу. Здесь еще кусочек сыра. Вот такой ламбер. Полутвердый. На 403 рубля получается. Ну, почти полкило. Масло сливочное. Кстати, неплохое масло. Вот это вот. Вот такое взял. И здесь для деток вот такие творобушки с ванилью. Они у меня любят. Вот сметанка 15-ти процентная. Две упаковки молока. Наверное, со скидкой были. Потому что обычно мы большую сразу берем упаковку. Мы молоко не пьем. Я уже говорила неоднократно. В основном добавляем в кофе. Блинчики делаю. И еще вот такой сливочный сыр. Плавленный. Тоже. Лентовский, кстати, тоже неплохой. Правда, крышка что-то у него. Вот. Ну, там дальше у меня напитки. Сок яблока, апельсин с мякотью. Байкал. И снова вот этот лицкий квас. Очень вкусный квас. Девочки, увидите. Обязательно попробуйте. Им немного кто-то писал, что действительно очень вкусный квас. И многим очень нравится. Вот моему мужу тоже понравился. И здесь еще кофе. Вот это кофе. Очень советую. Меня часто спрашивают, какой кофе я люблю. Вот этот очень вкусный. Вот с этими девушками. Они там разные есть. В зеленый вот такой. Как это? Челма или как это называется? Повязки в красный. Вот. Они очень вкусные вот эти. Есть молотый такой же кофе. У меня здесь в зернах. И здесь килограмм. Так. И еще вот он купил вот такой. Маринад. Как раз, кстати, вот это мясо. Кусочек замаринуем. Очень вкусный. Действительно, за 30 минут делает обалденно вкусное мясо. Можно и курочку, и свининку, и все, что хотите. Очень вкусное. Вот. Увидите. Тоже советую взять для шашлыка. Вот такой быстрый вариант. Знаете, сидели-сидели на даче. Думаю, а почему бы не пожарить шашлык, да, вечером. Вот. Вот замариновать. И очень вкусно получается. Даже куриная грудка получается безумно вкусная. Так. Вот такие штучки еще купила. Я их как-то покупала. Они, кстати, очень вкусные. Такие с зернами какао. И вот такие с гречневым миксом. У меня просто даже дети любят просто погрызть их. Очень, кстати, вкусные вот этой марки. Видите, с зеленой гречкой. Так, тостовый хлеб здесь. И здесь у меня фрукты. Арбуз. Это первый наш арбуз в этом году. 49 рублей за килограмм. Конечно, в сезон, что меня отсвечивает. В сезон они будут намного-намного дешевле. Обычно у нас по 12, по 10 рублей бывают. Ну, скажем так, в августе месяце. Но мы всегда начинаем есть арбузы. Где-то уже в конце, ну, ближе к концу июня. И они всегда очень вкусные. Ни разу не травились. И все замечательно и хорошо. Я надеюсь, что вот это тоже будет вкусно. Черешня. Муж, мне кажется, с каждым разом мне все больше и больше покупает черешня. Потому что я каждый раз ее прошу. Ну, вот 2 килограмма мне купил. По 349 рублей. Ну, чтобы я отстала, наверное, от него. Так, дальше груши. В этот раз взял вот такую марку Аббат. Марку, господи, что я говорю. Ну, вы поняли. Груши Аббат вот такие. 200 на 218 рублей. Здесь еще лимоны. Это я делаю домашний лимонад с мяткой. Дети меня очень любят. Водичка, лимон. Чуть-чуть сахара им, правда, добавляю. И у меня в огороде растет мята. Добавляю тоже мяту. Ну, у меня не мята, а как этот... Таким немножко лимонным вкусом. Забыла, как называется. Девочки, вы знаете. Вот, поэтому купил для домашних лимонадов. Дальше здесь у меня... Что получается? Нектарины. Кстати, очень вкусные вот эти. Они вроде зеленые, но они реально очень сладкие. Вот такие, видите, они маленькие. Во 143 рубля. Очень вкусные. Здесь также виноград. Тоже попросила мужа купить виноград. Что-то очень захотелось. Вот такой. Не знаю. Это, наверное, новый урожай, я так предполагаю. Но ничего не написано, по крайней мере. Вот на 187 рублей. И здесь сливы. Вот эти сливы очень вкусные. Сливы черные. Вот такая. Она, видите, как круглая. Такая очень она, обычно, сладкая. У меня дети любят вот эту сливу. Вот он взял. Ну, как обычно, большое количество помидоров, огурцов. У меня теплицы нет. Я уже об этом говорила. Но, может быть, может быть, в ближайшее время будет. Я только сажаю в огороде зелень. Вот. И, соответственно, едим ее с помидорчиками и огурчиками. На 194 рубля. И здесь огурцы. Получается на по 59, где эти по 60 рублей на 150 рублей. Так, ну и здесь у меня еще овощи. Значит, картофель вот такой на 190 рублей. Очень вкусный, молодой. Вот этот картофель. Прямо обалденный он. Запекать в духовочке. И просто вкуснятина. И лук обычный. Репчатый на 57 рублей. И морковочки. Вот он мне взял. Такую немытую. Экономно. Ну, мне нормально пойдет. На 43 рубля. И здесь у меня еще немножко бытовой химии, скажем так. Зубная паста. Вот такая колгейт. Любит ее мой муж. Мы с детками любим вот такой сплат. Актив. Хотя я иногда, кстати, колгейтом тоже пользуюсь. Вот такую. Потом салфетки. Ну, сейчас окна двери все время открыты. Поэтому взял вот такой, чтобы не разлетались. Ну, и, конечно же, влажные. Ну, и, конечно, влажные. Вот такие универсальные салфетки. Они очень классные. Мне нравится боль. Мне они очень нравятся. Здесь 70 штук. Вот с этим клапаном ничего не высыхает. Вообще постоянно у нас дома вот эти салфетки. Так что вот такая закупка получилась у моего мужа. Сейчас вам покажу чек. И еще угли вот такие вот он купил. Так что, я думаю, будем делать на костре мяско. Продолжение следует... 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 И вот сумма составила 7832 рубля, 3164 рубля, 22 копейки. И вот сумма составила 7832 рубля, скидка по карте 3164 рубля, 22 копейки. Так что вот такая вот у нас получилась закупка. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!